Здравствуйте, дорогие соотечественники! На дворе середина осени, а осенью цыплят по осени считают. Вот о том, каким был этот год, каким была весна, лето и начало осени, мы поговорим с Людмилой Бельченковой, моей коллегой. Я вообще-то, честно говоря, никогда себя журналистом не считал, тем более тележурналистом. Скорее, если вот так говорить, я, ну, наверное, публицист, если так, с гуманитарной точки зрения. А тут передо мной профессионал, да еще какой, очаровательный и умный. Людмила, здравствуй! Вот мне приятно видеть тебя сегодня, этот прекрасный осенний день золотой осени. Вот здесь в гостях у программы «Позиция». Вот хотелось бы поговорить, вот каких цыплят можно уже посчитать в этом году и стоит ли их считать вообще? Мы, конечно, можем с вами сейчас постараться сказать очень много умных слов и сказать, что мы с вами все точно знаем, как развивается ситуация и даже сделать какие-то прогнозы. Но мой журналистский опыт подсказывает, что лучше этого не делать, потому что наша молдавская политика настолько непредсказуема, что очень сложно давать какие-то конкретные оценки. То есть у нее, ты хочешь сказать, даже прошлое настолько непредсказуемо, что о нем сложно говорить. А разве не так, Виктор Иванович? Похоже, что так. Мы же иногда после некоторых решений Конституционного суда вдруг узнаем такие моменты, о которых мы даже с вами и не догадывались. То есть у нас и прошлое тоже непредсказуемо, да? Да, да. Не скажу, что это всегда хорошо, но иногда забавно, это точно. Так, вот давай тогда вот как бы начнем с белого листа. Вот есть такая теория табула раса, что одни говорят, что люди это их прошлое, это их культура, воспитание. Другие говорят, не, ребята, мы это вот гены, тогда не знали, как это называть. Ну вот, мы врожденные, так сказать. Вот. А мы, значит, поскольку начинаем понимать, что и врожденное, и приобретенное, оно равно важно. Вот, смотри на поведение наших детишек, у меня там поведение внуков. Вот это говорит. Поэтому я предлагаю вот с белого листа, что бы ты хотела рассказать о своем, я думаю, ну, более-менее предсказуемом прошлом? Да, надеюсь, что мое прошлое предсказуемое. Ну, по крайней мере, самый популярный запрос, который сегодня в соцсетях, не в соцсетях, а в гугле на меня, знаете, какой? Людмила Бельченкова «Возраст». И вы думаете, возраст, возраст. И вы думаете, меня это расстраивает? Нет. Я тебя не расстраиваю, что все мое. Все, что прожила, все, что сделала хорошего, все, что, наверное, не очень хорошего, как каждый человек, в чем-то ошибалась, чего-то, наоборот, добивалась, все мое. Со всего надо делать выводы и идти дальше. Так что троллям ты уже ответила, да? Ну, почему троллям только? Ну, нормально, это нормальный интерес у людей. Интересно, значит, все-таки ты как-то, все-таки, интересно. Вот, пусть даже через вот такие вот запросы. А вообще обо мне что нужно знать? Вы знаете, я представляюсь всегда так. Так, журналист. Вот в соцсетях, фамилия, имя, журналист. Вот там, телеведущая, там все остальное. Извини, перебью, да мне принято, но получается. Значит, когда, вот перед передачей, там мужики, которые там набирают субтитры, значит, кто-то там спросил, типа, как характеризовать, представить. Там же одно-два слова, не больше. Уже такие аксакалы, которые здесь на Акченте почаще, дружно сказали, журналист. Потому что знают. Ну, что этот титр дают строк два раза в неделю. Две программы, которые я веду. Для меня это важно. Журналист — это все-таки, это не просто телеведущая. Журналист — это, если хотите, это образ мысли, это образ жизни. Это вот твое. Твое второе «я». Вот то, что ты выбрала, и то, чему ты следуешь. Поэтому вот для меня, вот моей профессиональной во всей жизни, у меня как бы получалось, что я занималась не только журналистикой. У меня так получилось, была такая страница в моей биографии, что я и в посольстве пресс-эташе поработала. В посольстве Республики Молдова в Москве. Ну, это школа. Да, да. Отвечала там, кстати, за прекрасную страну Армению. Еще вдобавок. Тем более школа. Да, очень хорошая школа. И посол тоже был такой, который научил многому. Владимир Иванович Цуркан. Была страница моего депутатства, которая сложно мне далась по ряду причин. Я думаю, что телезрители сейчас понимают. Но каждый раз я про себя знала одно, что без этой работы я точно жить не смогу. Потому что мне кажется, мне казалось, что я могу захереть, если я не буду чувствовать вот этого в ухе, да, команда режиссера. 20 секунд, 10 секунд, 5 секунд, Люда готова. Я эфир и с Богом. Мой любимый режиссер всегда говорит с Богом. И я уже как-то понимаю, что вот я собрана, у меня энергетика, мне есть что сказать всегда. Я так вот, по крайней мере, готовлю эти эфиры. И, наверное, вот в эти минуты, вот тут и есть моя настоящая жизнь. То есть твоя мантра нам понятна. Это заклинание, которое на тебя режиссер говорит за кадром, да? Ну да. Мантра, заклинание. Можно и так сказать, да. Она тебя как бы заставляет. Для меня это уже как мантра, да. Вот. И отсюда, конечно, моя работа доставляла мне очень много радости. Доставляла и проблем, конечно. А у какого нормального журналиста нет проблем? Все бывает. Вот. Но радости, наверное, все-таки больше, потому что я всегда ценю то, что мы с вами, Виктор Иванович, мы счастливые люди. Мы можем с вами обратиться к такой большой аудитории, да? Мы с вами можем поделиться своими мыслями, мы с вами можем поделиться своим видением. Так ведь не всем дано. И это надо ценить. И надо понимать, что каждое слово, которое мы говорим в эфир, оно очень важное. Вот сейчас, мне кажется, что перестали такое большое значение уделять словам. Вот как-то так напишут. Не только в соцсетях. Вот читаешь новость, коллега написал. Ну, ты читаешь, понимаешь, господи, ну такое впечатление, что этого человека просто вот стояли над ним, там, знаете, вот с каким-то дрыном и говорили, вот пиши. А он не хотел. Он говорит, ну пиши. Он говорит, я не хочу. И вот он, в конце концов, как-то вот вымучил это все. И получилось, знаете, как-то ни уму, ни сердцу. Журналист — это такая профессия, которая цепляет, прежде всего, слово. Поэтому вот слово очень важно. Я это давно поняла и стараюсь каждое свое слово взвешивать. Иногда вот даже зрители, которые внимательно следят за эфиром, они видят, да, что я подбираю правильное слово. Ну, опять же, нам не дано предугадать, как слово наше отзывется. Это из той же самой серии. Вот, поэтому вот этот момент я всегда стараюсь учитывать. Ну и, конечно, что дает еще эта работа. Я, когда начинала, у меня был хороший такой педагог Валерий Иванович Ведрашко. Вот вообще я всегда о нем говорю хорошо, потому что все, что умею, все, что знаю о телевидении, это благодаря ему, потому что он всему научил. Можно быть просто телеведущей, знаете, заходить в студию, задавать умные вопросы, и все как бы так, ничего. Нужно, во-первых, знать азы, пока ты сам не сядешь за монтажный стол, не научишься правильно монтировать, не научишься пониманию вот этого всего, как это должно выглядеть, пока ты не поймешь, какая музыка должна быть вот на этом моменте в твоей программе, а когда ты должен выключить эту музыку. Вот ты не можешь состояться, как журналист. И каждый раз Валерий Иванович, кроме вот этих всех моментов, всегда говорил одну вещь. Знаешь, Люд, что самое главное? Почитай учебник «Технику ведения допросов». Вот такая вещь. Вот освоишь ее правильно. Сделаешь для себя выводы. Ну, учишься брать интервью. Не освоишь, вот так и будешь задавать какие-нибудь вопросики такие. Знаете, ненавижу вопросы из серии «А какие у вас планы на будущее?» Ты, знаете, поубивала бы сразу, потому что этот вопрос, ну, можно задать, но единицам, да? Тоже тупой контр-вопрос. А какие у тебя планы на будущее? Вот иди ответить. Да, понимаете, и люди на полном серьезе задают. И люди в ступоре. Человек вместо того, чтобы раскрыться, он сразу начинает лихорадочно думать, что там такое сказать, чтобы что-то не сказать. Да, и как-то так вот это. Или вот мне это уже нравится. И он закрылся, все. А что вы думаете о международной политике? Родной мой, я о международной политике могу говорить часа два. Ты спроси конкретно, что. Потому что это как-то вряд ли будет всем интересно слушать. Если я буду там и об этом расскажу, и о том расскажу, и о том как-то. Давай все-таки беседа должна быть содержательная. Поэтому еще один самый важный момент. Ты, когда готовишься к эфиру, ты должен знать, чего ты хочешь получить от твоих гостей. Обязательно. Костяк вот этот. Ты должен заставить твоих гостей думать. Ты должен сделать так, чтобы они меньше врали. По крайней мере, ну, святое дело, но ты должен... Ну, ты хорошо сказал. Ты не сказал, чтобы не врать, ты скажешь, чтобы меньше врали. Ну, я же реально смотрю на вещи. Очень разумно. Да, я стараюсь, по крайней мере, чтобы они меньше врали. Я стараюсь... Чтобы человек меньше врал, его не надо ставить в положение, когда он вынужден меньше врать. Да, я готовлюсь к этому. Знаете, как, прежде чем он начнет отвечать, я иногда возьму, говорю, а вот цитатка ваша же. Посмотрите, как чудненько. И вот тогда, да, тогда меньше врут. Потому что уже как-то вот понимают, что это не очень... Ему поймать, тебе напомнят, что ты им говорил сейчас. Да. А вот такой вопрос, например, о политике, поскольку и тематика, потому что каждый журналист, он все-таки, что бы ни говорили, он имеет какую-то определенную, скажем, тему любимую или там, где он лучше себя чувствует, там, где ему интереснее, там, где по всем вот этим вещам. Вот я, например, в Китае изучал древние политические трактаты и всякие истории. Вот за что меня там китайцы очень уважали. Что я интересовался. А кому не... Каждому приятно, когда его историю кто-то вот изучает, интересуется. Вот. Потом я взялся уже попозже за древних греков, за римлян, за парфян, за кого я только не... И это, и Киевская Русь, и Московская. За японцев брались? Еще как. Я изучил... Обожаю. Все эти эпохи самурайских побоев, и борьбы, особенно борьба за власть. Все это. Уважаю эту нацию, поэтому сама очень-очень-очень много изучала. Очень много чего узнать. Если взять вот фильмы о Кутагаваре-Носке, и там Асиро-Мифоне, вот это в главной роли, это вообще я на жизнь по-другому читал. Так вот вопрос. И у меня такое впечатление, что вот за все эти столетия и даже тысячелетия, если возьмем там греков, древних китайцев и так далее, тех же египтян, начинаешь понимать, что когда Уинстон Черчилль сказал, что двигателем истории является не как нас учили развитие производительных сил, а борьба за власть. И вот начинаешь понимать, как это так получается. Вот Ильяда, Одиссея, там различные, там Аристофан, там Эсхилл, Сафок, или там китайских авторов, японских авторов и других. Почему это нас трогает тогда, если мы возьмем какие-то технические и прочие достижения? Мы давно как бы их превзошли. А вот когда речь идет о взаимоотношениях, о борьбе за власть, о всем этом, мы переживаем, как будто это происходит с нами и сейчас. Вот что в истории такого, что в этой политике чертовской такое, что вечно, ну вот что человечество не пыталось придумать, а все равно пошла тема предательства, тема чести, тема преданности, тема каких-то афер, подстав, подковерных и так далее. А все очень просто, Виктор Иванович, политики всегда выступали в роли вершителей судеб. И люди об этом, естественно, были осведомлены, они понимали, в зависимости от чьих решений, как меняется их жизнь. И потом вот вы говорите про нравы, про все. Лучше Макеавелли, никто ничего, на мой взгляд, в отношении власти, в работе государя, никто ничего не сказал. Когда он сказал, ну что говорит, половина от судьбы, половина от человека. Ничего, в принципе. То есть половина от положения и половина от личности. Да, от личности. Ну, он очень много вообще о борьбе за власть, о самой власти, о природе власти. Анатомия. Очень, очень. Я считаю до сих пор, что это гениальная книжка, ее читать, наверное, надо всем, вне зависимости от того, какие у человека планы на жизнь. Люди интересуются политикой, потому что они видят, ну, я не скажу вот это банально, если вы не интересуетесь политикой. То она вами заинтересуется. Да, мне кажется, это уже банально. Люди прекрасно осознают, что вот сегодня будет какое-нибудь заседание парламента, где примут какое-нибудь такое решение, из-за которого их жизнь с завтрашнего дня, она кардинальным образом изменится. И так было не раз. То есть, опять же, там они то тарифы, вот эти, то, что людям близко, да, значит, решали. Но у Молдовы-то какая проблема? Мы страна больна геополитикой. Я так это скажу. Потому что это ненормально, когда прямо вот настолько. Видимо, люди чувствуют это внешнее управление. Да, они, безусловно, это чувствуют. Они понимают, что вот этого зависит от того, что вот там есть Россия, и вот там есть газ до сих пор России. Многие воспринимают как энергоносители, да, вот у нас и рынок сбыта, да. И они понимают, что у нас есть евроинтеграция, которую пытаются сейчас как бы в Конституцию записать. А еще дальше за океаном есть и покруче ребята. Конечно, которые периодически приезжают, да, вот сюда. Мы их видим, мы их знаем. Когда появляются те, как куры себя перепуганные, переполох ведут. Да, да, да. Или так сложно? Я помню, как Трамп разговаривал с снатовцами. Понимаете, это тоже отдельная тема. Но это пусть они делают выводы. А у нас двойное подчинение получается. У нас, не знаю, как-то вот у нас, понимаете, у нас любого вот крестьянина даже спроси, вот в деревню поедь, и он, не знаю, мне кажется, что у меня это в основном из-за работы. Но не только. Он же тебе через какие-нибудь полчаса расскажет свой расклад. Он тебе расскажет, как он видит, что делает Москва правильно, а что делают Штаты вот у нас, а вот что он думает про Европу и про эти их ценности европейские. Он же все вот, он в курсе. У него искренне живой интерес, понимаете? И вот в нашей стране вот это все подогревают еще политики постоянно. У нас выборы вот тут, вот тут, вот тут. Это их хлебушек. К сожалению, никто как бы не предполагал, что это будет так, но у нас, к сожалению, то, что сейчас демократы говорят, мы хотим от этого уйти, не верю в это, потому что это... Нет, ты не веришь, что они могут уйти. Они не могут. Они не могут, да. Я говорю, не верю в это, конечно. Но вот у нас происходит, к сожалению, вот в стране так. Мы такие, мы находимся на перекрестке у всех этих интересов. Такова наша судьба, что называется. Другое дело, если мы умные, то мы умеем дружить и там, и там. А если мы глупые, то мы периодически пытаемся делать вид, что мы такие умные, что мы будем дружить с одними против других, а те не заметят. И так вот наоборот. И получается, это всегда плохо. Это как в ссоре между мужем и женой. Кто туда встрянет, то получит такого, что лучше не встревать. Да. То есть, вместо того, чтобы, скажем, умно маневрировать, я вот смотрю, пытаюсь вот такие странные посмотреть, которые более мудры с этой точки зрения. Вот меня всегда поражала, например, Швейцария. Она никогда не вляпывалась ни в какие-то... Да, войны для них это было табу, да. Вообще, эти ребята, причем удивительно, они такие же многонациональные, как и мы. У них же кантоны немецкие, французские, романские кантоны и так далее. И как-то эти, как и говорят, цюрихские гномы, это, кстати, крутые воины были в Средневековье, как и мы, швейцарские гвардейцы до сих пор. Да и наши вот тут, ой-ой-ой, когда-то, когда Стефан был атлет христианства и так далее. И вот они как-то вот финны еще научились. Вот чем нам не поучиться? Мне сейчас австрийцы радуют. Австрийцы красавцы. Да они меня сейчас очень радуют. Кстати, вот здорово. Швейцария, смотри, как раз пояс получается, да? Берем итальянцы начинают как-то слегка меняться. Да, да. Швейцария, Австрия, если по карте, я люблю по карте сразу прикидываю. Вот. И Финляндия. Это выстраивается где-то пояс в Европе людей, которых жизнь заставляет, они живут между Востоком и Западом. Вот их жизнь как-то заставляет мудро поступать. А у нас... А у нас не получается. У нас то-туда, то-сюда. То-там лобра... Говорят, заставь дурака Богу молиться, лобра живет. Но у нас почему-то расшибают не те, кто дурака заставляют молиться, а те, кто на этом зарабатывает. Поэтому они не могут. Это правда. Они не могут мне. Так стоит учиться. Стоит вот, скажем, в передачах и везде. Вот мне понравилось то, что ты сказала, помешательство на геополитике, вот оно и гробит. То есть мы вместо того, чтобы научиться, как вот между этими терками, они неизбежны. И вон расклад сил в мире меняются. Меняются полюса, новые полюса появляются. Это неизбежно. Так вот, это должно заставить нас учиться. Как жить вот в этой новой среде. Как использовать силу одних, слабости других. Возвращать потихоньку крохи потерянного суверенитета. И многое чего. Рынки и многое другое. Надо просто, чтобы... А мы как-то у нас, вот наше общество, оно какое-то, значит, половина, как грубо, западники, половина. Я говорю, мои ребята, вас без штанов именно на этом и оставляют. Что вы не умеете найти общий язык. Потому что одни, знаешь, честно, молдавские вещи, кученицы, ты с кем держишь? Ты с кем, да. Да при чем с кем? Держи самим собой. Вот что ты на этот счет можешь сказать, раз ты уже вот эту тему обозначила геополитике? Я обозначила геополитику, но она, понимаете как, она у нас очень связана с этим периодом, который называется возрождением национального самосознания. И вот эти вот тонкие материи, понимаете, они когда попадают в грубые грязные руки, то тогда беда. Потому что когда пытаются, вот у нас сейчас спекулировать, вот именно на этих вещах, ведь людей пытаются поссорить по национальному признаку. Да, пытаются, очень давно. То из-за жди беды. Мы, да, мы прошли Приднестровье, да, мы понимаем, у нас Гагаузия едет. И Гагаузия чуть было побольше не началась. Я про то же самое говорю. Понимаете, очевидно, нужно понять, что Молдова в этом отношении, здесь нужно очень тонко действовать. Может быть, тоньше даже, чем в других странах. Потому что Молдаване, на самом деле, вот такая судьба у них служила, вот... Вековая. 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 Чтобы понимать, что они были все время вот по теме, по теме, по теме. Поэтому, может быть, где-то нужно это понимать, и с этим пониманием... И считаться. Конечно, безусловно. И делать это очень тонко, и объединять страну. Объединять, постоянно. Находить какие-то вещи, которые объединили бы всех. Так ведь никто, мало кто, все-таки пытаются сейчас это делать. И видите, вот как раз президент, социалисты, они как раз говорят, мы хотим на этой идее, значит, мы... Объединить. Нельзя объединить страну, не объединить общество. Да, понимаете? Но ведь есть те, кто просто активно сопротивляется на зло. Там, где могли бы, вроде бы, как бы и плечо подставить. Или, может быть, я не знаю, я хочу услышать какую-то идею такую, чтобы убедила людей наложить на какое-то время мораторий, на выяснение вот этого всего. Ну вот сказать, хорошо, у нас есть, друзья, проблемы. У нас были проблемы с языком. Да, мы понимаем, что в свое время молдавский язык, вот было то-то, да. Были проблемы там, перегибы там-то и там-то и там-то. А сейчас другая крайность. Давай русский язык смонить. Абсолютно верно. Виктор Иванович, вы заметили, как у нас плохо стали говорить люди по-русски? Не просто я имею в виду сейчас прохожие или там в магазине кто-то. Это говорят плохо по-русски те люди, для которых русский язык — это профессия, как я говорю. Понимаете? Здесь уже такое иногда услышишь или прочитаешь, что становится, честно говоря, ну просто, я не знаю, неловко. Ведь как будто русский язык у нас здесь вообще умирает. То есть, скажем так, в молдавском языке, тем не менее, мы очень-очень много слышим русицизмов. Русизмов, да. Ай, майка, май, заколюбить ему вообще. Да, да, да. Да и вот молодежь, если посмотреть, школьники, я вас слушаю, по городу иду. То есть, вот такое влияние. И наоборот, мы у носителей русского языка слышим наши явно молдавские какие-то обороты. Может, в этом есть и нечто позитивное, то есть, какой-то обмен вот этой языковой стихии. И знаешь, что, печаль и другое. Что молдаване начинают плохо говорить на своем родном языке, а русскоязычные на своем. Да. То есть, не в плане, что использование каких-то там англицизмов, русизмов, там, румынизмов, много чего другое, а в том плане, что мы мысли перестали учиться правильно излагать свои мысли. Или у нас там сумбур в голове, и это является внешним. Кто ясно мыслит, ясно излагает, Виктор Иванович. И не падение, или какое-то падение культуры общее, не кажется? Интернет привел иногда, вот в колледжах Англии сделали сравнение IQ, коэффициент умственного интеллекта. Есть такой тест Кэттелла. Его применяли широко в 50-х, 60-х годах. И вот были тогда эти эксперименты. Это тест, который измеряет, как у тебя интеллект, память, умение оперировать словом и так далее и тому подобное. Так вот, что оказалось. Это было сделано в 60-х годах в ряде колледжей и университетах Англии. И вот спустя много лет взяли из архивов, вытащили этот тест Кэттелла, пыль с него стряхнули, потому что сейчас другие тесты на IQ. И именно по тесту Кэттелла проверили интеллект современных, значит, учащихся колледжа Англии, которые в образовании, куда деток все посылают наши? Ну да. И наши, и россияне, и даже все куда? В Англию, да? И университетов. На 15% понизился IQ. Хотя сейчас интернет, все этот доступ к информации, с чем, как ты думаешь, это связано? Я же говорю о каком-то упадке культуры. Книг мало читают. Да. Очень мало. Очень мало читают, потому что, в принципе, вот сейчас культура чтения, ее не прививают. Вот так, если разобраться, нет такого. Сейчас они в школах, другие моменты, да, сейчас самые важные. Виктор Иванович, учебники. Вы давно держали в руках учебники? Вот учебники истории. Я иногда, когда читаю, то, что вот пытаются нашим детям преподавать... Румын взял, прочитал, значит, на румынском и прочитал историю румын и на русском, так сказать. Для россиян, как бы, или для русскоязычных, точнее, скажем. У меня такое впечатление, что те, кто пишут историю, вот когда-то, я же из Советского Союза, как бы, родом, и я помню, как мы в школе там историю проходили, и там в институте тоже историю КПСС сдавали. Да, непременно. Попробую, не знаю. И такое впечатление, была такая вот еще киностудия Довженко, значит, хотя там было несколько сильных отснятых фильмов по Гоголю, еще ряд, сам Довженко, гениальный был. А потом пошло, как на Украине, то при советской власти, помню, было так, значит, наставничество с трибуны, значит, съезда КПСС сказано, ну, как обычно, каждый съезд, что наставничество, все, студия Довженко снимает сериал, где наставничество, все про наставничество, потом, значит, там о чем-то другом, это, значит. Вот у меня такое впечатление, что эти учебники пишутся, и программы разные, даже культурного такого содержания, такое впечатление, что где-то незримо сидит эта КПСС, только она, как это, то ли от Михаила Федоровича была в свое время, то ли от его хозяев, то ли, я не знаю. Водящая, направляющая чувствует. И, соответственно, и с другой стороны, вот, и такое впечатление, что эти сценарии где-то программируются кем-то, задаются, и вот эти исполнители, кто пишет учебники, кто там, фильмы какие-то там все культурные, вот, не кажется ли тебе, что это конспирология, как бы она имеет место быть? Не знаю, я не очень верю сейчас вот в эту... Ты же специалист в области пиара и всего. Я не очень сейчас верю в конспирологическую, вот, всю эту версию. И я не верю, а вот факты как-то ложатся. Я вообще хотела сказать по плане учебников и книг, вот то, что мы с вами затронули. Вы знаете, мне кажется, что, несмотря на то, что говорят, времена всегда одинаковые, помните, да, эту знаменитую фразу, мне кажется, что детям сейчас сложнее нашим. Несмотря на то, что у них есть интернет, несмотря на то, что у них больше, лучше организована сейчас жизнь, несмотря на то, что как бы родители сейчас уделяют им больше внимания. Виктор Иванович, я сама ходила в школу с первого класса, переходила страшную дорогу на бульваре советской армии, приходила после параленки после шести, делала уроки сама, и никто меня не контролировал. За ручку в школу не вводили. Нет, мы сами, мы уже были как бы, мы самостоятельные были дети, то есть мы этим все. А нынешние поколения, вот то, что вот я смотрю, знаете, им сложнее, потому что у нас, у нас были ориентиры, у нас была уверенность в завтрашнем дне. Вот это у всех было. Мы знали, что ты будешь хорошо учиться, ты не то, что там станешь пионером, это мы понимали. Но жизненный путь проглядывался. Конечно. Сейчас нет. Помню, мне все время родители говорили, и ты не поступишь в институт. Господи, для меня это было таким вот самым ужасным в моей жизни, я вот, я понимала, поэтому я вот и в школе хорошо училась. То есть как бы кошмаром было это. Да, как это так, вот у меня у мамы высшее образование, у мамы высшее образование, а вот у меня они будут, вот как я буду жить, понимаете? То есть мы понимали вот это все. У нас не было такого сильного социального расслоения. Вот были, конечно, в классах, мы понимаем, дети, которые... У всех домах приблизительно та же стенка, ковры унгенские, там пару хрустальных, телевизор, машинка. То есть, а сейчас там телефонами меряются, понимаете, гаджетами, то есть они уже попадают с первого класса. Расслоение сильное. Конечно. Они попадают... И дети от этого очень страдают. Вот я же вам говорю, что эти дети попадают, вот они попадают сразу в этот мир жестокий конкуренции. Да, и они это чувствуют на себе. Конечно. Опять же, соцсети. Вот моя, например, там соседка по парте Маша, ей родители, значит, устроили подарки, она отдохнула на Мальдивах. Ну, вы представляете, как там остальные дети радуются, да, тому, что вот их родители не могли себе этого позволить. И авторитет родителей падает. Понимаете, то есть им сложнее, Виктор Иванович, им вообще сложнее. Им важно понять вот эти ориентиры, то, к чему они должны стремиться. Родители должны какую-то мотивацию им предложить, чтобы дети эту мотивацию, собственно говоря, приняли. И стремились. Да, да. Понимаете, а так, в принципе, им сложнее. Все размыто. Все размыто. Все размыто. Мы не понимаем, какое мы... А я вообще сейчас еще молчу о том, что у нас выросло поколение родителей, которых за рубежом. То есть вообще дети предоставлены в лучшем случае бабушке. Ну да, типа все родства. Вот. И вот это вот все, вот эта вот геополитика, национальное самосознание, это все получается ерундой по сравнению с тем, каких детей мы вырастили за это время. И эти дети через какое-то время начнут управлять нашим государством. Если они в нем останутся. Если, ну, кто-то останется. То есть, я думаю так. Понимаете, эти вот, эти люди, они очень скоро начнут управлять страной, они тоже пойдут в политику. И вот чего нам от этого ждать? Вот это страшно. Об этом мало кто задумывается. Мы же все время там, у нас идет, вот как новость, да, флэш идет. У нас зарегистрирован рост во столько-то процентов. И я вот читаю, и первая моя реакция, я смеюсь. Потому что, во-первых, я знаю природу этого роста, откуда этот рост взялся, да. А второе, да чего же мы дожили, что у нас там на один процентик что-то там стало больше, и страна просто должна вот в эйфории быть. То есть массовый народ утекает из страны, а мы говорим о каком-то росте. Да, да. А мы говорим вот об этом, понимаете. Теряем рынки и тоже говорим о каком-то росте. Мы теряем рынки, но мы при этом очень хитро. В эфире у меня, они знаете, как делают? Они берут, они готовятся к моим эфирам. Да, я это отметила. Но они выбирают такие показатели, которые выгодно. Вот звучат как-то так, они вроде как-то так, но они абсолютно не отражают реальную картину. Никто из них не употребляет слово довальческое сырье, да, когда они говорят там об экспорте. Нет, это нет. Надо вот сказать, вот у нас страны ЕС, экспорт сумасшедший вырос. Какая прелесть. А вы поняли вообще структуру? От какого уровня мы выберем, и какая структура этого? Да, а ведь так не делают. И приходится вот тогда сидеть и готовиться, да, то есть набирать эти цифры, собирать вот эти данные. Самое анализировать. Да, а как? То есть, скажем, журналистам, экономистам, аналистам, чем угодно, приходится во всем разбираться. Мне не нравится слово «приходится». Если ты любишь свою работу, тебе не приходится. Это тебе должно быть в кайф. Потому что я в прошлый эфир провела... А, ты хочешь сказать так, что это не из-за того, чтобы не выглядеть глупо во время вот этих теледебатов, а хотя бы потому, что тебе само интересно. А слушай, а что же на самом деле? Да. И я, как я могу звать людей в свою студию, если я не могу, ну, хотя бы приблизиться к уровню их знания, да? Потому что, понятное дело, что если они занимаются экономикой всю свою жизнь... Ну, а потом самое становится интересно, а то что же там на самом деле? Ну да, конечно. То есть, и мне интересно, иногда вот такой крутой поворот в какой-то вот из программ делаешь, ты берешь тему, которую ты не брал до сих пор. Я вот про эту трагедию на Рыжкановке. Я с таким удовольствием к ней готовилась, не потому, что там... Материал. Да, да, а потому что как-то я другим немножко, другими вещами чуть-чуть занималась, не обычной политикой там, не обычной там, кто сказал, вот это сказал то, а тот сказал это. То есть, ты начинаешь копаться в каких-то других вещах, и тебе это интересно, и ты стараешься, в отличие от твоих гостей, очень доступно донести это до людей. Потому что вот они вроде как все приходят... На понятном языке. Конечно, конечно. Потому что приходят, иногда какую-то фразу завернут, и мне кажется... Ну ты помнишь эту знаменитую фразу «фидбэк, обратная связь»? Да, да, да. Я, кстати, его спросил, говорю, Марьян, я говорю, ты сейчас сам, я сам кибернетик, по-моему, где-то когда-то в разговоре я несколько раз сказал, ну, в кибернетике фидбэк, обратная связь, весь мир на обратных, наш организм сплошная. И где-то вот этот фидбэк... А потом, как-то так еще в Китае, когда я служил, смотрю, Марьян пару раз там где-то в парламенте, фидбэк. И я его спросил, как-то вот вернувшись, я говорю, Марьян, а что ты с этим фидбэк? Он говорит, Виктор, ты понимаешь, что, когда скажешь слово непонятное депутатам фидбэк, они пока там чего-то там поймут, а уже речь закончена, ну, там похлопают, говорят, Майда и Дештеп, Таиста, Марьян, знаете, он такие слова знает. То, чтобы телезрителей не пугать такими страшными словами, надо говорить на их языке. Ну, мне кажется, что так вообще, я же говорю, кто ясно мыслит, ясно излагает. Нужно на самом деле упрощать свою речь, и тогда ты будешь понят другими, и тогда есть шанс, что программа получится лучше и интереснее. У меня есть там такие иногда гости, я их зову, потому что эти люди действительно высокого интеллекта. Вот это я хотел, вот два слова, вот кого ты предпочитаешь, потому что я смотрю по твоим приглашенным, ясно, многие или боятся приходить, или не хотят, это понятно. По-разному. Да, я по крайней мере смотрю, вот, что люди понимают, что они пришли не где можно лапшу вешать, а что тут все проверено, аргументировано, и что им придется тут баньку, так сказать, выдержать, парилочку такую. Вот, и ты знаешь, вот, я должен сказать, я со многими говорил людьми, вот, которые смотрят передачи, они мне, я говорю, вот, кто вам там нравится, вот, какие передачи и так далее, вот, очень многие отмечают твои передачи. Они говорят, что очень информативные, очень интересный диалог, и они говорят, вот, такое впечатление, многие говорят, что как будто сам присутствуешь в этой телестудии, где идут теледебаты, на мой взгляд, это высшая оценка юга. Спасибо, я всегда дорожу, когда дают высокую оценку, потому что, получается, что тогда твой труд оценивают, потому что ты, в принципе, я о себе могу сказать, у меня всегда две точки зрения, Виктор Иванович, никогда не было такого, чтобы у меня пришли там люди, и только одно и то же, одно, вот, все, нет, у меня, а то и три бывают, если программа полюса, да, потому что так, во-первых, интереснее. И стереовидение появляется, с разных точек зрения лучше видна проблема. Да, 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 и ты понимаешь, что и зрителю так будет интереснее, вот, и требования закона, я стараюсь все-таки никогда не подводить свой телеканал, чтобы у меня... Проблемы были, с КСФРами всякими, лукавыми. Есть, и такая проблема, поэтому вот стараешься, поэтому делать какие-то программы интереснее. Если пишут после эфиров, ну, часто стали писать в последнее время, я всегда читаю что-то, всегда отвечу, если у людей, вот, есть какие-то вопросы, но иногда, вот, знаете, что мне не нравится, что люди, ну, тролли, как бы, ну, бывает... Ты их лучше не... Ну, я спокойно, да. Через строчку. Я спокойно к этому отношусь. Меня пугают вот иногда, что люди, которые, вот, они даже, как сказать, близки мне, по моим политическим взглядам, вот, они видят, что я зову человека из того лагеря, и вот они мне в личку обязательно напишут, зачем ты, вот он такой, такой, вот он сказал, он непорядочный, он врун, он вор, он коррупционер. Они не понимают, что эффекта от этого в пять раз больше, чем только своих, которые в одну дуду дуют. Конечно, конечно, человек так рожден, он от природы, что, когда он видит какую-то полемику, видит столкновение точек зрения, у него начинают работать все системы, начинается перестройка в мозгу, а если ему все бубнят одно и то же... Это как бы никто и смотреть не будет. И долг от этого никакого. Конечно, я пытаюсь им вот это все объяснить, потому что, вот, знаете, за все время, сколько я на этом канале работаю, у меня ни разу не было такого, что мне позвонили, сказали, возьми такую тему, возьми такого человека. Да, вы... Вы можете не поверить мне. Нет, самое... Но у меня вот такого не было, а мне кажется, что я заслужила вот это тем, что у меня на самом деле вот разные точки зрения, то есть есть уверенность в том, что у меня будет и... и вот и об этом, значит, скажут, и об этом скажут, и вот будет как-то... То есть тебе решать и тему, и подачу тему... То есть я советуюсь, бывают сложные ситуации, никогда не, как сказать, вот мне не стыдно. Мне не стыдно. Я вообще по любой теме, я понимаю, что мне может не хватить, и это нормально, знаний. Ну, ответственность. Конечно. Я никогда не постесняюсь позвонить и задать, может быть, какой-то вопрос, я не знаю, там, человеку покажется, что вот он простой, а он для меня вот важный. Я всегда посоветую. Людич, наша передача, знаешь, как-то пролетела, пронесла, как осенние лести, а так пролетели. Что бы ты хотела сказать в завершении вот нашей вот этой авторской программы «Позиция» нашим дорогим соотечественникам? Пару слов. Ваша программа замечательно называется «Позиция». Я желаю, чтобы каждого вашего телезрителя, Виктор Иванович, была своя позиция. По любому поводу, по любому вопросу, чтобы позиция эта была взвешенная, чтобы человек, прежде чем занял эту позицию, он обязательно непременно подумал, он взвесил все «за» и «против», чтобы он сформулировал это у себя в голове. И я желаю, чтобы ваши зрители умели отстаивать свою позицию, потому что сейчас такое время, что мы свою позицию должны уметь еще и отстаивать. И вот если мы будем отстаивать свою позицию, тогда мне кажется, что у нас есть шансы, что все сложится. Как-то так. Спасибо от имени наших зрителей, нашей передачи, ее фанов, ее болельщиков. Потому что каждая передача имеет свой круг людей, которые обычно ее любят смотреть. Ваше условное слово. Да, я тоже ее смотрю. Большое удовольствие. И в дальнейшем вот тот стиль, не отходи от этого стиля, этот, говорят, цицерон, стиль – это человек, это личность. У тебя очень хороший стиль выработался, придерживаясь этого стиля. И желаю тебе удачи и успеха и в личной жизни, и во всем. Спасибо, что пригласили. И здоровья твоим близким. Это для меня сейчас особенно актуально. Спасибо, что пригласили, Виктор Иванович. Не знаю, зрители будут судить, какая у нас получилась с вами беседа, но мне было интересно. Мне было тоже интересно. Дорогие соотечественники, у нас в гостях была Людмила Бельченкова. Значит, она сюда пришла, что-то вроде как госпожа Осень, вся в золотом сиянии. Поговорили мы с ней о жизни, о нашем бытии, немножко вот этой телевизионной кухни, о том, как делаются передачи, кто и как их делает, почему они так делаются. И мне кажется, главный лить мотив такой, нам надо научиться жить, научиться жить друг с другом, не конючить, не там мяучить, а надо открыто смотреть в глаза жизни, если хочешь, чтобы жизнь любила тебя и открыто смотрела тебе в глаза. Вечно любящий вас Виктор Иванович Боргиевич. Субтитры подогнал «Симон»